МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «День веков хронограф». Сегодня 1 апреля. Сегодня для вас проведем ее мы, я, Евгений Воскресенский. И я, Светлана Рудская. Программа «День веков хронограф» поздравляет с днем рождения всех наших телезрителей, родившихся в этот день, и желает им здоровья и успехов. А мы рады вам сообщить, что 1 апреля в разные годы и века родились. Николай Гоголь, русский писатель, он создал «Мертвые души», «Вечера на хуторе Близди Каньки», «Шинель», «Ревизор», «Тарас Бульба». Иларион Прянишник, русский художник-передвижник. Отто Бисмарк, первый рейхсканцлер Германской империи, объединитель страны. Александр Яковлев, советский авиаконструктор. Франсуа Ви, он французский поэт, автор произведений «Малое завещание», «Разговор души и тела». Уильям Гарвин, английский врач, основатель физиологии и эмбриологии. Аббат Антуан Приво, французский писатель, автор повести «Манон Леско». Эдмон Растан, французский поэт и драматург-автор Серано де Бержерак. Сергей Рахманинов, русский композитор, написавший музыку попером «Али Ко», «Скупой рыцарь» Франческо Деримени. Журналист Владимир Кознер, телеведущий многих популярных программ. В 286 году римский император Диоклетиан назначил своим соправителем Максимилиан. В 1746 в ссылке умерла бывшая правительница России Анна Леопольдовна. В 1791 году началась экспедиция английского исследователя Джорджа Ванкувера к Тихоокеанскому побережью Америки. В 1808 русский император Александр I провозгласил на вечное присоединение Финляндии к России. В 1875 году английская «Таймс» стала первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды. В 1917 в Петрограде создана Украинская национальная рада. В 1939 году генерал Франко объявил о своей полной победе в Испании. В 1945 Гитлер перенес ставку в бункер Рейхсканцелярии. В 1979 году Иран провозглашен Исламской республикой. Сегодня 1 апреля в эфире программа «День веков хронограф». И наше путешествие начнем с событий, произошедших в давние времена. В 286 году римский император Диоклетиан назначил своим соправителем Максимилиана Геркули. Максимилиан Геркули был необузданного нрава, отличался сластолюбием и тупоумием. Современники считали его мужем жестоким, склонным к свирепости и коварству, недружелюбным и совершенно нерасположенным к добру. Ну, так или иначе, он был хорошим и очень опытным воином. В 285 году император Диоклетиан поручил Максимилиану, который был его старым другом, войну в Галлии против разбойников-богоумов. Наделенный неограниченными полномочиями, Максимилиан повел против разбойников упорную войну. Частью рассеял врагов, частью захватил в плен и в скором времени всех усмирил. В 286 году Диоклетиан сделал Максимилиана своим соправителем, а во власть ему были переданы Африка и Италия. В 305 году Диоклетиан уговорил Максимилиана уйти в частную жизнь, а дела государственные передать более молодым своим подданным. 1 апреля в 1808 Александр I провозгласил на вечное присоединение Финляндии к России. Впервые граница между Россией и Швецией была определена еще в 1323 году по Ореховскому миру, по которому вся современная Финляндия отходила к Швеции. В 1581 году Финляндия получила титул Великого княжества. А в 1721 году по нештатскому миру Швеция возвратила таки Россию, Юго-Восточную Финляндию и Выборг. И лишь после русско-шведской войны 1808 года Россия отошла вся Финляндия. Присоединенные земли получили статус Великого княжества финляндского. На Баргосском сейме с участием депутатов от всех сословий финляндского общества император обязался нерушимо хранить и оберегать финляндские законы. Затем семь принес присягу Александру I как императору Всероссийскому и великому князю финляндскому и присягнул на верность служения стране. В то время Финляндия состояла из восьми губерний. И такое устройство сохранилось вплоть до декабря 1917 года. Сегодня 1 апреля. Вы смотрите программу «День веков хронограф». А теперь нам бы хотелось подробнее остановиться на экономических событиях этого дня. А в этот день, в 1778 году, бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак доллара, который и по сей день действует как очень распространенная денежная единица. Самые первые американские доллары были выпущены в обращение правительством США в виде серебряных и золотых монет. И только потом появились бумажные купюры. А знаешь, что в соответствии с американским законодательством на денежных знаках в США могут быть изображены портреты известных людей, но только после смерти? Да, доллар США всегда вызывал неподдельный интерес у людей всех стран, поскольку зарекомендовал себя как надежная международная валюта. 1 апреля 1839 года установившийся к тому времени курс в 3 рубля 60 копеек, ассигнациями за серебряный рубль был объявлен постоянно. Это произошло с принятием серебряного рубля единственной монетной единицей. В апреле 1936 года курс советского рубля был переориентирован на европейские валюты. В это время содержание золота в рубле было определено в 0,16 грамма. А с 1937 года курс рубля установился на базе доллара США. И 1 доллар тогда приравнивался к 5 рублям 30 копейкам. Субтитры создавал DimaTorzok